99,6 это Финам.ФМ, программа Pro и Contra, в студии Константин Андреев, аппаратный продюсер Елена Буцкая, звукорежиссер Анна Соколова, спасибо им огромное, начинаем нашу программу. Что посеешь, то и пожнешь, казалось бы, такая заезженная в сознании нашим пословица, а если приглядеться, то весьма актуальная, так что, так что же и как мы сеем и жнем, в прямом смысле этого слова. Несколько цифр. Внутренний рынок семян России международные эксперты оценивают в полмиллиарда долларов и при этом признают эту цифру заниженной. Подсчеты российских аналитиков говорят, что в нашей стране ежегодно высевается семян на 100-120 миллиардов рублей, то есть на 3 миллиарда долларов, что позволяет считать внутренний рынок семян одним из крупнейших в мире и, следовательно, привлекательным как для селекционно-семеноводческих фирм, так и наших, так и других стран. Но вот беда. Согласно исследованиям лаборатории управленческого моделирования факультета государственного управления МГУ Ломоносова, в настоящее время на мировом продовольственном рынке стремительно формируется угроза монополизации отрасли пищевого производства. Речь идет о рынке семян. Зависимость от высокоурожайных и стрессоустойчивых семян, производимых довольно узким кругом мировых биотехнологических гигантов, в которые, к сожалению, Россия не входит, является одним из наиболее существенных стратегических и государственных рисков для нашей страны в области продовольственной безопасности. Ну понятно, нет своего семянного фонда, нечего сеять, нечего растить, нечего есть в итоге. По данным же того же исследования, большую часть рынка семян контролирует всего пять глобальных транснациональных корпораций, среди которых небезызвестная фирма Дюпон, ну ее подразделение Пионер, Даун Кемикал и, как ни странно, фирма Байер. Байер, Синджента. Вот, это мне уже, к нам уже присоединились наши гости, сегодня у нас генеральный директор компании «Русский огород», собственно, производитель семян российский. Один из. Один из производителей Владислав Корочкин и второй гость, потребитель семян, да, производитель, так сказать, сельхозпродукции, глава, как правильно расшифровывается, КФХ? Крестьянско-фермерская хозяйка. Крестьянско-фермерское хозяйство, настоящее, настоящее крестьянско-фермерское хозяйство, Дмитрий Малкиель. Я правильно произнес фамилию? Малкиель, да. Спасибо огромное, извините, ради бога. Так, я сразу скажу нашим радиослушателям, что если вы хотите присоединиться к нашей беседе, вдруг у вас есть какое-нибудь замечание по поводу того, какие семена вы используете на своем дачном участке. Может быть, вы тоже бизнесмен, который занимается производством агропродукции. Или, если вы бизнесмен, который занимается производством семян, присоединяйтесь к нашей беседе 65 10 99 и 6 495. Префикс – это телефон наш в студию. И пишите на наш сайт finam.fm, страничка программы «Про и Контра». Поехали. А то уже столько времени проговорили. Владислав, тогда сначала к вам вопрос. Вот я тут зачитал некоторые цифры. Соответствуют ли они действительности? Потому что я, понятное дело, беру информацию из глобальной паутины. И, может быть, что-то уже поменялось. Ну, я думаю, мы тоже в основном берем информацию из глобальной паутины. Это теперь, наверное, универсальный источник информации. В принципе, все правильно. Что реально монополизация глобальных рынков постепенно происходит. Строится она на основе того, одного из глобальных экономических трендов, которые были сформулированы еще по сути десятилетия назад. Это биотехнология. И в котором Россия практически не участвует. Почему не участвует? Ну, в связи с известными обстоятельствами перехода 90-х годов от одного типа экономики к другой, так получилось, что практически процесс вот такой целенаправленной работы на государственном уровне был остановлен. А частные компании здесь не были созданы в принципе. Те же байеры и все остальные были частными компаниями, которые постепенно акционировались, привлекая огромные капиталы с рынка. И вкладывая эти капиталы прежде всего, конечно, в производство химических компонентов. Ну и как первая стадия для любого технологической цепочки, это производство семян, отвечающих требованиям тех технологических процессов, которые в дальнейшем происходят. Смотрите, вот вы даже свою продукцию принесли, да, у вас, я так понимаю, два подразделения, ну, которые занимаются непосредственно... Город больше. Нет, ну, семенами два занимаются. Одно занимается семенами... Овощных и цветочных. Еще есть газонные травы, это немножко разные все вещи. Но сразу надо сказать, что мы начинали с нуля. В 91-м году фирма была зарегистрирована, и, в принципе, мы начинали с того сегмента рынка, который не был подвержен жесткому государственному регулированию. Это рынок любительский, то есть то, что называется хобби. Рынок, когда каждый советский человек имел огород и что-то там сеял, был дефицит. Семен не хватало. В тот момент он сеял еще какие-то культуры, которые можно было есть. Это сейчас он сеет травку и... Нет, сейчас тоже очень много сеют. На самом деле рынок семян в России один из действительно самых больших. У нас там порядка 20 миллионов личных подсобных хозяйств и домохозяйств, которые используют семена. Поэтому это достаточно большой рынок. Собственно говоря, благодаря этому вот этот сегмент и развился овощных и цветочных культур. Потому что если там зерновые и всякие злаковые, вот эти большие производства, оно было как бы под жестким контролем административным, то этот как бы сегмент рынка ушел, и здесь сформировался нормальный конкурентный рынок. Кстати, благодаря именно этому сегодня у нас на любительском рынке, на любительский пакет семян цена где-то в три раза меньше, чем в Европе. Это один из тех продуктов, который вот в розничном сегменте в России недооценен. Давайте к Дмитрию. Дмитрию я задам вопрос. Дмитрий, значит, у вас небольшое, пока небольшое хозяйство, да? Два года ему всего. Да, молодое хозяйство. И я прочитал у вас на сайте чуть ли не гектар всего, да? Или сколько там? Ну да, в этом, ну точнее в прошлом, в 12-м году мы возделывали гектар земли. Да, вообще у нас 6 гектар. Вот, ну, можно так сказать, что прошлый год был для нас экспериментальным. Вот, дело в том, что, важно отметить, мы принципиально нацелены на выращивание экологически чистой продукции. То есть, сейчас это... А что конкретно вы выращиваете? Давайте вот так прям по наименованию. Мы выращиваем овощи. Картофель, морковь, свекла, лук, кабачки. Вот, то есть, ну, достаточно, так скажем, ну, можно сказать, простые овощи. То есть, мы думаем вот в этом году, в 13-м, уже заняться огурцами, помидорами, ну, так скажем. Тепличными растениями. Да, да. Ну, нет, мы их будем выращивать в грунте. В грунте. Мы будем выращивать, да, в открытом грунте. Только грунт. Значит, проблема сразу возникает. Открытый грунт, вредители, земля... У нас в теплице тоже те же проблемы. Да. Вот было упомянуто то, что сейчас мировой рынок семян, он поделен, по сути, между, ну... Ну, даже 6-6 компаниями. Огромными корпорациями, которые в то же время являются химическими гигантами. Вот. И в этом, собственно, ну, основной вопрос для производителей экологически чистых продуктов. Потому что, естественно, семена эти, они нацелены на то, чтобы покупалась химия для их, ну, возделывания. Я вынужден перебить. Дело в том, что в овощеводстве немножко по-другому. Когда речь идет о глобальном рынке, речь прежде всего идет о полевых культурах. Те, которые сеются на тысячах гектарах. И основной объем рынка концентрируется именно там. Это злаки, это соя, это кукуруза, это другие культуры. Основной объем рынка дает те культуры, не овощи. И в овощных культурах, кстати, очень много маленьких компаний до сих пор, которые даже воспроизводят семена, которым по 200-300 лет. Так что у вас никаких проблем быть не будет. Так, вот это интересно. Вы какими семенами пользуетесь? Нет, дело в том, что, к сожалению, ну, не то, что, как бы, у нас такие уж большие проблемы, но мы сталкиваемся с тем, что мы хотим, во-первых, чтобы наши овощи были вкусными. То есть для нас это очень важно. А красивыми? Не вопрос. Красивыми тоже желательно. Но главное, чтобы вкусными. И при этом они должны быть устойчивы к заболеваниям, к вредителям и так далее. Это уже сложнее. Вот это сочетание найти очень сложно. То есть мы столкнулись с тем, что, например, там сорта картофеля, которые нам очень нравятся. Например, там мне очень нравится голландский сорт картофеля Red Scarlet. Но он неустойчив к фитофторозу. То есть мы его не можем сажать в принципе, потому что его нужно обрабатывать несколько раз за сезон ядохимикатами. Поэтому вот получается, мы вынуждены искать сорта, которые, ну вот, как-то нас устраивали. Так вы ответьте на главный вопрос. Где вы эти сорта ищите? В итоге семена-то где покупаете? В итоге, как бы в прошлом году... Покупаете ли вы семена у российских производителей? Вот у Владислава, в компании Владислава, вы можете купить что-то? Теперь будет. Теперь будет. Понятно. Мы, кстати, покупали у российских производителей все семена. Мы, честно говоря, просто побоялись сажать импортные семена. Почему? Из-за возможных геномодифицированных изменений? Из-за чего? Нет. Боюсь, что они не адаптированы к нашим... Ну да, и, во-первых, неизвестно, насколько они адаптированы. Потом нас, ну, как бы, немножко там напугали некоторыми моментами в плане импортных семян. Ну, в общем, мы выбрали достаточно проверенные отечественные сорта. Вот. И посадили отечественные сорта. Коротко, чем напугали-то вас? Ну, именно тем, что без химии они не вырастут. А, только этим. На самом деле, это не совсем правда. Есть семена... Это совсем не правда, на самом деле. Есть сорта, которые можно вырастить. А скажите, насколько... Сейчас мы будем уходить потихонечку на новости. Я вам задам вопрос, а ответьте вы на него после новостей. А как проходит проверка семян? Вот вы сказали, мы их проверяем. Ответ сразу после новостей. Не переключайте. 99,6. Предыдущую часть программы закончили на вопросе Дмитрия Мукиэлю, главе фермерского хозяйства «Настоящий». Итак, как вы проверяете, как вы семена? Или вы просто доверяете производителю, который пишет, наша там картошка, или наша там морковка, вот она вот такая-такая-то, она будет вот цвета такого-то, и вкуса такого-то? Ну, во-первых, так скажем, есть семена, которые уже достаточно давно выведены, и их свойства известны. То есть, эта информация доступна, и по устойчивости к болезням и вредителям, в принципе, это все известно. Вот. Мы также проводим опытные посадки. То есть, в этом году, кроме того, что мы, ну, сажали как бы основной объем, мы сажали опытные посадки. То есть, там у нас было больше 10 опытных посадок картофеля. Вот. Морковь тоже разных сортов мы сажали, смотрели. Вот. И, ну, смотрим результаты. То есть, вот в этом году у нас уже больше опыт. Мы видим по опытным посадкам результаты. Вот. Поэтому в этом году мы тоже будем продолжать делать опытные посадки, и даже, я думаю, расширим их. Смотрите, есть вариант... Сейчас еще один вопрос. Дмитрий, есть вариант, что вы в каких-то культурах обратите ваше внимание на семена иностранных производителей? Да. То есть... Почему и в каких? В каких культурах? Я думаю, картофель мы посадим часть, возможно, немецкие. Почему? Зачем? Ну, мы хотим попробовать. То есть, у нас есть, во-первых, опыт, так скажем, знакомых нам хозяйств, которые успешно выращивают. Хотим тоже попробовать. Так, Владислав? Ну, все понятно. То есть, на самом деле, все происходит примерно по одной и той же схеме. Просто Дмитрий начинающий фермер, а обычно фермер, он уже какое-то количество лет проработал на земле и знает. И он никогда не посадит новый сорт, не попробовав на всей площади, не высадив его сначала на каком-то собственном участке. Вот опытные посадки. Да, поэтому я и говорю, что обычно все так и происходит. Поэтому основной маркетинг в семенах и посадочном материале, он строится на бесплатной раздаче образцов семян. То есть, они в первый раз не продаются. То есть, любая компания, большая, она, что она делает? Она бесплатно фермерам раздает семена, говорит, на, попробуй, посади в своих условиях, посмотри, что получится. И только если он превосходит то, что было до этого, фермер начинает как бы сеять именно это. Ему глубоко плевать, условно говоря, отечественные эти семена или импортные. Если он видит результат, который превосходит, и лучше того, которого он был до этого, он тут же однозначно переходит на этот сорт. Только так. По-другому просто не бывает. Я прочитал, пока, значит, занимался изысканиями в этой области, поскольку я далек от семян и всего остального, никогда ничего не сеял, никогда никаких семян в жизни не покупал. Прочитал интересную вещь, что вот эти крупные лидеры, да, на рынке мировом каким-то образом, значит, уже зашивают в код, генетический код семян информацию, да, и повторно, чтобы увеличивать продажи, повторно эти семена невозможно практически воспроизводить. Так ли это на самом деле, или это какая-то фантастика? Нет, это есть ограниченное количество культур, в частности, там какой-то есть картофель, что-то еще, но их буквально по пальцам перечесть. На самом деле все гораздо проще, там просто гибриды идут, гибриды F1, которые просто по определению не воспроизводятся во втором поколении. То есть это гибридная схема, там родительские линии всегда это нау-хау, чтобы их воспроизвести, нужно потратенное количество лет на вычленение этих линий. Просто то, что сеется, не воспроизводится. А в картофеле, да, там, поскольку это сорт, поскольку это сорт, можно зашить ген убийцы, это, наверное, делается, который просто при втором или третьем пересеве этот урожай уже не будет. А можно взять... Но это на самом деле так, то есть известное... Вы с таким сталкивались? Нет, я думаю, в России пока никто с этим не сталкивался. Ну, это не так, с этим сталкивались и многие, потому что зашиты таким образом достаточно многие голландские сорта, то есть они три года дают урожай, потом они напрочь вообще вырубаются. Подождите, я... Это любой, любой сорт. Нет, нет, понятно, что он вырождается. Нет, он не вырождается, он заражается вирусами. То есть идет накопление вируса, и урожайность падает. Это не только... Вот я те же самые гладиолусы, извините, та же самая история, и со многими другими. Просто повышенная чувствительность к вирусам, и она требует постоянного воспроизводства инвитро. Это немножко другая тема, потому что очень огромное количество сортов неустойчивы к вирусам. И эффект тот же самый. Только первое поколение, когда она чистая, когда у него, условно говоря, в хромосомах еще почти нет участка вирусной ДНК, хорошее урожай. Потом она накапливается, и до 40% генома может быть замещено вирусной ДНК. Я хочу Дмитрию вопрос задать. Ну и вам, Владислав, тоже. Значит, я знаю, что картошку, например, можно порубить на части глазками, прорастить ее, посадить в землю, она даст урожай. А вот таким образом можно? То есть можно купить семена, засеять, собрать урожай опытный какой-то, а потом пытаться воспроизвести, например, картофель вот таким образом? Это целая большая история на мировом рынке, связанная с так называемой фермерские семена. И практически на любой международной конференции дискуссия обязательно по этому поводу есть. Что имеет право делать фермер, воспроизводить, что не имеет. Картошка, безусловно, можно. И некоторые старые сорта воспроизводятся так. И поддерживаются многие сорта старинные, которым по 100-200 лет, именно таким образом. Когда они пересеваются, у нас, кстати, есть великолепная станция вировская за полярным кругом. И там некоторые сорта вот так, без производства инвитера, по 50-60 лет воспроизводятся, потому что там вирусов нет. Но если в средней полосе вот так сделать, то большая часть сортов уйдет лет за 5 и снизится урожай. Так, Дмитрий, вам есть что ответить? Ну, безусловно, ведь даже, ну, известно, все там бабушки, они сажают картошку там одну и ту же, там, годами, там, если не десятилетиями. Естественно, просто сорт вырождается, урожайность падает и так далее. Поэтому просто, ну, эффективность здесь невелика, этого процесса. То есть можно, безусловно, там, несколько лет сажать свои семена, но, как вот я и говорил, где-то через 3 года это уже неэффективно точно. Ну, вот, например, вы же не ставите своей задачей, да, разработку и производство в каких-то огромных промышленных масштабах. То есть, насколько я понимаю, судя там, вы сказали, потому что, как вы себя позиционируете, то есть такой вот экологичный продукт, да, он не может производиться там на площадях в десятки гектаров. То есть это какая-то все равно ограниченная серия для ограниченного числа покупателей. Да, ну, это эксклюзив, да. Вот, эксклюзив. А таким образом эксклюзив можно поддерживать и нужно ли поддерживать? Нет, ну, можно. Но какой смысл, когда я могу купить новые семена, суперэлиту? Дело в том, что... Тут надо сказать... Это просто экономически бессмысленно. Я могу купить суперэлиту там за 20-25 рублей, свою картошку, как бы, продать за 70, как экологически чистый, как бы, продукт. Зачем мне свои семена делать? Ну, мы простая. На самом деле, в стоимости конечной продукции себестоимость семян не такая большая. По некоторым культурам она может достигать 10-15%, но чаще гораздо меньше, там, 1-2%. Поэтому смысла тратить время и заниматься собственным семеноводством для небольших фермеров нет никакого. А давайте тогда, вот я сейчас еще хотел вам вопрос задать по поводу цветов. Тоже прочитал интересную историю, да, что там в Голландии... Ну, она вообще такой признанный экспортер семенной, насколько я понимаю. При этом семена в Голландии не выращивает никто. Да, но они их там сортируют как-то там. Они, так же, как и мы, собственно говоря, занимаются селекцией, создают новые сорта. Сами семеноводческие посевы, как правило, размещаются в зонах наибольшего благоприятствования, там, где климат способствует минимальной себестоимости при максимальном качестве. То есть это обычно сухой климат, где есть вода и нет дождей вообще. Это обеспечивает идеальные условия для здоровых семян получения. Есть ли в вашем бизнесе... И я, кстати, Дмитрию тоже этот вопрос адресую, как первичному потребителю, скажем так. Есть ли в вашем бизнесе понятие контрафактной продукции? Есть, безусловно, есть. Что это? Ну, для нас это была большая проблема несколько лет назад, когда просто нашу торговую марку, похожие пакетики как бы воспроизводят, очень-очень сильно похожие и фасуют туда неизвестно чего. То есть вот это тот контрафакт, который... А вы пытались выяснить, что это фасует? Мы сначала пытались выяснить, но не что фасует, это тростепенно, да, это не важно. Важно выяснить, кто. Но потом с этим делом завязали то, что называется, поскольку возбудить что-либо не получается, то есть это такая мелочь, что там ни ФСБ, ни... Ну, понятно, кто заниматься не будет. ...в эту тему не включается. И потом проблема несколько снизилась, актуальность ее, поскольку рынок уже больше сформировался, дефицит ликвидирован, самые эффективные производители уже крупные производители, там, белорусы, которые этим занимались достаточно серьезно, привозили семена, это торговали на рынках, они как-то тоже немножко ушли, и поэтому, мне кажется, сейчас есть такие проблемы, я знаю, вот у коллег, у которых... Есть у вас такие проблемы? Нет, я знаю, те, у кого он покупал семена, то еще в прошлом году такие проблемы даже были, но они не такие острые, как раньше. И были, сталкивались, Дмитрий, с таким проблемой? Нет, ну, в плане семян я с такой проблемой не сталкивался, потому что я покупал их, как бы, ну, у производителей, и, ну, там невозможно как-то с этим столкнуться. Ну, да, понятно. Например, в нашей области, то есть в качестве, ну, в области экологически чистых продуктов, я знаю, что, так скажем, контрафактной продукции очень много. То есть существует... То есть на самом деле она не экологически чистая. Да. То есть существует сейчас масса интернет-магазинов, которые предлагают натуральные там продукты, экологически чистые и так далее. Что там продается, ну, что-то, может быть, там продается и как бы качественное, но проконтролировать это потребителю, покупателю вообще невозможно. Понятно. Вот. И тем более, что я хочу вот отметить тот факт, что у нас сейчас в России очень, ну, практически вообще не развита система экологической сертификации. То есть если во всем мире... Отвешитель о соответствии, скорее. Ну, да. То есть во всем мире это, ну, уже давно все это как бы, ну, в таком... В понятном людям порядке, то есть экологическая сертификация, экологические знаки на продукции, био, органик там и так далее. У нас этого нету, нету, по сути, закона об этом. Это вот заблуждение, с которым вот я сразу вынужден перебить. Это не закон. И в мире, в основном, это системы добровольной сертификации. Это добровольная сертификация, да. Когда вот такие производители, как вы, объединяются, договариваются о своем торговом знаке, маркировке продукции, био, органик, совершенно верно, но это зарегистрированные торговые знаки, которые кому-то принадлежат. Принадлежат они чаще всего по ассоциации производителей. А производители семян делают такую. Нет, это все, конечно, правильно вы говорите, но... У нас этот рынок только зарождается. У нас просто, да, нету, так скажем, рынка биопродукции, вообще он не сформирован. То есть можно получить у нас сейчас уже вот эти сертификаты, европейские, например, сертификаты. Зачем вам европейские? Сделайте свою систему подтверждения соответствия. Это разрешается в России. Свою собственную. Объединить здесь 3-4 человека, зарегистрируйте ее в госстандартах, старте и продвигайте свой знак. И все будет нормально. Уже таких знаков очень много на самом деле. Я вынужден прервать ваш спор. Сразу после новостей узнаем, как ведут свои дела в больших хозяйствах, например, в совхозе имени Ленина, одном из самых крупных в России. По телефону к нам присоединится. Продолжаем программу «Про и Контро» в студии Константина Андреев. Если вам есть что добавить к нашей беседе о семенах и о том, что из них произрастает, это 651099,6495, код города Москвы, сайт финам.фм, страничка программы «Про и Контро». Звоните, пишите, поговорим. Я вот хотел задать вопрос Владиславу Корчкину. Владислав, скажите, мы сейчас как раз пока шли новость, говорили о том, что Мичуринск, есть несколько крупных селекционных центров, в том числе бывший город Козлов, ныне город Мичуринск, носящий имя небезызвестного селекционера. Какие вообще сейчас ведутся разработки? Потому что мы все говорим, что вот там геномодифицированные продукты такие-такие, зашивают всякие коды, там вирусы-убийцы. А, собственно, российские научные изыскания какие-то ведутся в области семян? Какие? Сортов, точнее, да? Ну, сортов, которые дают в итоге семена, которые в конечном счете... Какие-то, безусловно, ведутся. Насколько они эффективны, да, вот по критерию обычному экономическому количеству потраченных средств или там активов, в которыми располагает организация и выход с этих активов, я бы сказал, что они крайне неэффективны, по большому счету. Именно потому, что вот этот перерыв, когда отрасль начали реформировать, но не дореформировали, и все по-прежнему, как бы, конечный этап селекции и коммерциализации, он почему-то до сих пор во многом замкнут на государственные учреждения, что совершенно неверно. Он вот до сих пор, как бы, тянется и тянется и тянется из 90-х годов. На самом деле, в мире все строится по-другому. То есть, фундаментальные исследования, они финансируются государством, плюс какие-то фонды. Такая селекция уже финансируется 50 на 50, а вся прикладная селекция, то, что связано с коммерциализацией сортов, оно делается за счет частного сектора. Государство сюда не должно вмешиваться, чтобы не нарушать рыночную среду. А вот этот вопрос, как это финансируется, сейчас мы, по поводу частного сектора, финансирование частного сектора, сейчас мы зададим руководителю совхоза имени Ленина, Павлу Грудинину, он присоединился у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, вы, как руководитель крупного хозяйства, тратите какие-то деньги на продвижение каких-то отдельных сортов, на их исследование, возможно? Вообще, как в этом смысле, вот вы, как такой промежуточный потребитель, с одной стороны, семян, а с другой стороны, так сказать, производитель продукции? Какие, что вы делаете? Если говорить о нашем хозяйстве, то у нас же есть питомник, и мы, естественно, для того, чтобы получать черенки, которые потом мы делаем саженцами, мы, естественно, работаем с различными селекционерами, которые дают нам на размножение новые сорта, которые, а у нас такое счастье, что на нашей территории находится Госкомиссия по сортоиспытаниям, Ленинский сортоиспытательный участок, и мы сразу видим, какие сортов, пришедших на испытания, на пробирование, являются наиболее перспективными. И мы по договоренности с селекционерами эти сорта размножаем на своих, в своих питомниках, которые потом продаем. Ну, а помимо этого, мы еще и заводим из-за рубежа, ну, скажем так, земляника, например, голландских селекционеров, не только голландских, которые мы получаем, которые тоже на своих маточниках размножаем, получаем суперэлиту, которую потом даем в продажу. Но дело-то не в этом. Дело в том, что все меньше и меньше сортов отечественных, все больше и больше иностранных. И получается, знаете, кого радует, например, что автомобиль иностранного производства здесь отверточной сборкой собирается. Примерно то же и у нас происходит. Если бы были свои семена, свои селекционеры, которые давали бы конкурентоспособные семена, там, овощей, плодовых культур, саженцы, то есть мы бы не зависели от импорта, от Запада. Потому что, если честно, вот общаясь с западными селекционерами, лучшее они нам сразу не продают. И главная задача лучшее размножить у себя и получить конечный продукт. Мы получаем пока то, что разрешено к вывозу у них. Не то, что самое лучшее, а то, что разрешено к вывозу. Естественно, лучшее остается в национальных, так сказать, банках семян и все остальное. Поэтому, конечно, нужно развивать прежде всего отчисленное семеноводство. Надо принять закон о семеноводстве, который так долго лежит в Госдуме. Надо оказать поддержку государства именно тем, кто производит новые сорта конкурентоспособные. И надо продавать не картошку и не зерно, а семена. Тогда вы станете действительно аграрной державой. Мы с вами. А вот, наверное, Владиславу Корочкину есть что вам ответить по этому поводу. А может быть, добавить что-то? Ну, я, наверное, хотел добавить, что действительно нужно вырабатывать политику по этому отношению, по поддержке семеноводства. Но она должна строиться на каких-то принципах, прямо противоположных тем, которые были все эти годы. Когда те институты, которые, по сути, остались от советских времен, они потребляли бюджетные средства и активы, но, по сути, ничего не выдавали. И только сейчас, вот в последние годы, если брать овощеводство, появились отечественные сорта, реально, там, капуста, томат, огурец, салаты уже пошли, реально, которые реально могут конкурировать с лучшими голландскими сортами. Но для этого заняло 20 лет. Мы, я говорю, нас, про частный сектор, вынуждены были пройти без поддержки государства. Ни одного рубля нам не дали за эти 20 лет. Ни одного. Все они уходили куда-то в другую сторону. Дорасти до определенного уровня, вступить в всевозможные международные организации, сами, самостоятельно, без поддержки государства, и начать создавать вот эту селекцию, с которой мы можем конкурировать. И сейчас это уже есть. И если бы политика строилась на поддержке частного сектора, частного сектора, а на Академию Серхознаук возложили обязанность создавать исходный материал, исходный материал, который бы, она бесплатна, или там по символическим ценам раздавала всем частным компаниям, которые бы вовлекали его в процесс производства новых сортов, как китайцы сделали, кстати. Они за 10-15 лет создали с нуля огромную индустрию производства семян. С нуля, с полного. Когда у нас это все было, у них ничего не было. Сейчас у нас мизер, у них почти все. И это называется политика государства. Поэтому, как политику сформируешь, такой эффект ты получишь. Скажите, отсутствие принципов тоже принцип. Вы же сами говорите, что у нас не было никаких принципов развития. Правильно, потому что сопротивлялись. У нас нет основ. Закон о семеноводстве у нас есть. Закон о семеноводстве, к сожалению, у нас есть. Это закон о семеноводстве, который приняли в середине 90-х годов под диктовку конкурентов. Он 95-й, по-моему. Вот я о чем и говорю. А вот новый закон о семеноводстве, который был разработан, и об этом, кстати, я участвую в Госдуме, очень много слышу, пока лежит и так и не двинулся никуда. Ну, потому что там тоже пытались заложить постоянно административное управление, вместо того, чтобы сформировать принципы, на которых будет строиться индустрия. И вы прекрасно знаете, что вот эта борьба Академии сельхознаук за главенство на рынке, искажение рынка, она продолжается. Потребителю все равно. Конечно, все равно. Потребителю главное, чтобы были качественные семена и желательно отдельное производство. Потому что если вы сейчас посмотрите на ценники, которые представляют такие фирмы, как там Бео-семена, ну, в общем, я могу... Профессиональный рынок, да, очень дорого. Они монополизировали его. Да, заниматься овощеводством, то есть всю маржу забирают вообще-то с западной компанией, по большому счету. Ну, с этим можно согласиться. А мы являемся заложниками желания кого-то дать нам или не дать семена. Но еще раз говорю, никто с запада самое качественное, самое лучшее вам не отдаст. Вы будете финансироваться по остаточному принципу всегда, не финансироваться, выдаваться семена. И поэтому, если честно, директору совхоза или там потребителю на дачном участке, все равно. Главное, чтобы были качественные семена, которые давали бы урожайность такую, чтобы можно было получить какую-то прибыль. Ну, вот смотрите, вы сейчас тут так жарко заспорили... Мы не заспорили. Вот, но я хочу сказать, а неужели... Вот смотрите, есть вы, как крупный производитель, да, кроме всего прочего, у вас есть научная база огромная. Есть Владислав, как производитель семян, да, причем отечественный производитель. Есть Дмитрий, как небольшое, так сказать, небольшое хозяйство, который тоже потребитель этих семян, который тоже заинтересован в своих делах. Есть ли возможность какая-то объединиться? Я не знаю, я понимаю, что мы устали все от объединения, от каких-то, но есть ли возможность объединиться, зайти, например, в Минсельхоз, который этим должен заниматься, да, выложить ему какие-то выкладки, показать ему вот все, то, что вы говорите, сказать ему о программе продовольственной безопасности, напомнить, которая у нас тут, которая у нас тут трещат бесконечное количество людей самых разных властных структур, и сказать, ну вот, ребят, давайте мы же в конечном итоге сами себе можем создать продовольственную безопасность, начиная от разработки, селекции, производства дешевого семени, да, и заканчивая тем, что мы получим нормальный сорт того-сего, пятого-десятого. Можно, и на самом деле какие-то процессы в этом направлении движутся, но опять-таки, они вот, наверное, последние два-три года что-то стало меняться. До этого была священная корова под названием Академия Сельхознаука, у которой там тысячи гектаров, тысячи гектаров земли, там огромные, огромнейшие активы в виде там помещений и чего угодно, огромный научный потенциал и которая по сути как бы в головах, что она должна быть на рынке и из-за этого вот, собственно говоря, о том же законе о семеноводстве столько лет нельзя было договориться, потому что как только начинаешь формулировать нормальную политику, которую следом сделали уже некоторые страны, там я уже говорил про Китай, Таиланд, еще целый ряд, которые переформатировали ее в начале двухтысячных, наши академики этого не хотят, они считают, что наука это наука и до тех пор, пока их влияние в Минсельхозе было доминирующим, изменить что-либо было нельзя, сейчас что-то стало меняться, понятно, что появился рынок новый. Честно, я не согласен с тем, что наука у нас доминирует в министерстве, министерство вообще науку не слушает и на самом деле аграрная общественность не слушает, у нас есть такое понятие как аграрные союзы, вы о них наверное слышали, да, но, как правило, все эти союзы даже не спрашивают ни при вступлении в ВТО, ни при вступлении, ни вообще, ни при разработке государственной программы развития сельского хозяйства и они вроде как получают документ, который уже кем-то согласован, а как правило у нас главным является все-таки Минэк и Минфин, которые сначала говорят, вот денег столько, а потом вы разбираетесь, и вот защищая науку могу вам сказать, что например, в США финансируется наука, знаете, по какому принципу, сколько попросят из бюджета Соединенных Штатов Америки сельскохозяйственная наука финансируется в объеме таком, сколько денег попросят, столько и дадим, и это дало свои результаты, и сельское хозяйство США, ну, вам не надо рассказывать про эти фирмы и про их там ситуацию, а у нас ситуация другая, мы можем сколько угодно пенять ученым на то, что они ни черта не делают, но если зарплата ученого, например, в институте садоводства три тысячи рублей, да, правильно, по окладу, поэтому вы можете сколько угодно про ученых говорить. Павел, а вы знаете, сколько фирм, которые производят семена в США, вы знаете, сколько фирм, вот просто те, кто производят? Я знаю, сколько университетов, вот я был в университете от Айова, и видел, как они там живут. Фирм больше двух тысяч, те, которые производят семена, частных фирм. нужно сначала, чтобы им что-то дать, размножать, потому что, как вы правильно заметили, а университеты им даются размножать, и многие гибриды, например, или исходные линии, мне сейчас легче купить в университете Айова или в университете Калифорнии, чем в Академии Науксельской Федерации. потому что институты США финансируются по совершенно другому принципу. И если вы даете, надо просто посмотреть историю, как вообще финансировалась наука в США, аграрная, и если такое финансирование получат наши ученые, они ничуть не дурнее, чем американцы. Другое дело, что все от денег, понимаете? Вы никогда ученого нового не получите в Российской Академии хорошего, если не будете вкладывать в него деньги. А вы деньги, которые вкладывают в науку, в науку особенно. Вы посмотрите на нее. Обычно там конкретные проекты вкладывают деньги в США частный бизнес. То есть ученый предлагает проект, и для него создается что-то конкретное, что необходимо для рынка. Обычно такой принцип. Мы в одном сходимся. Я вынужден вас прервать, сейчас мы будем уходить на новости. Сразу после них поговорим о том, как же нам научную базу нашу поддержать и кто, возможно, должен ее финансировать. Сейчас небольшие новости 99.6. Финам.фм. Оставайтесь с нами. Программа Про и Контра через несколько минут. Здесь Константин Андреев. Продолжаем говорить о семенах, о том, что мы сеем и что мы жнем в конечном итоге на наших с вами полях. У меня вопрос к Дмитрию Мукеэлю. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот сейчас просто дискуссия продолжается в студии и в ходе новостей тоже. Мы сейчас говорили о том, что Владислав сейчас говорил о том, что уже местами даже не выгодно семена сажать, а выгодно сажать рассадой, что это иногда даже быстрее получается. Вы можете такие штуки применять? Ну, рассадой сажать выгоднее в каком смысле для нас, например. Мы на самом деле сейчас рассадой не сажаем, но вообще это выгоднее в чем? Рассада, она уже как бы более устойчива к заболеваниям, чем семена. Вот. То есть, для нас, из-за того, что у нас экологически чистое хозяйство, и мы не применяем химии, сажать рассадой в этом смысле уже выгоднее. Вот. Но для посадки рассадой на достаточно больших площадях требуется техника определенная. Мы думаем о приобретении, но это пока в будущем для нас. Павел Грудинин с нами. Павел, а вы что скажете по этому поводу? Разные культуры можно сажать по-разному. Если вы говорите про капусту, например, то да, там, где срок вегетации короче, чем ты просто обгоняешь время, ты в теплицах например рассаду произвел, потом высадил ее. Хотя иногда надо смотреть два раза пересаживать, тоже лишние проблемы и лишние затраты. И потом мы, например, шли на прямой сев, потому что новые гибриды позволяют сократить период вегетации, соответственно, ты получаешь быстрее продукцию, не пересаживая ничего. На самом деле разные агротехнические приемы, это разные расходы, каждый себя считает, где лучше, где хуже. Главное, чтобы были семена, которые позволяют получить качественный, конкурентоспособный урожай. Рассады, я бы сказал, в цветах сейчас очень широко используются, именно потому, что большинство многих цветочных культур семена очень мелкие, в одном грамме может быть 80 тысяч семян, 80 тысяч семян, и некоторые семена стоят дороже золота, то есть в разы иногда, поэтому есть профессиональные фирмы, которые эти семена высевают в ячейки, получают маленькие растения, и уже эти растения идут тем, кто получает конечный продукт. То есть здесь практически однозначная технология идет в этом направлении. В цветах, да, тем более, человек, который сажает цветы, хочет красоту, он хочет ее быстро и сразу, и поэтому посадить, скажем, перед тем, как распуститься должно растение, уже рассаду готовую, лучше, чем ухаживать за каким-то зеленым растением долгое время, чтобы потом получить цветы, это понятно. Если говорить о производстве моркови, то вы как ни крутитесь, рассаду вы это не посадите, или свекла, или картошки, есть определенные категории культур, которые вообще невозможны для размножения рассады. Ну, да. Хотя я уже видел рассаду морковки, на самом деле, продавимые. попробуйте посадить рассаду морковки. Другое дело, чтобы все накупили уже сейлок нормальных, пневматических, и семена должны быть калиброванные, потому что проблемой является не только получить отечественные семена, например, но подготовить эти семена так, чтобы ими можно было воспользоваться, потому что, если вы сейчас семена свеклы купите, российские, вы только обнаружите, что ни одна модернизированная сейлка их не посадит. Их нужно еще раздробить, подготовить к посадке, потому что иначе возникнет ситуация, когда тебе придется прореживать поселы так, что это обойдется в бешеные деньги. А вот, кстати, я хотел вернуть нас немножко к теме научных изысканий, значит, вот вы говорите, что вот, есть сельхозакадемия, есть упоминаемый уже нами город Мичуринск, в котором огромные... Там тоже сельхозакадемия, кстати, очень хорошая в Мичуринске. огромное научное заведение, есть Тимирязевская академия в городе Героя Москве, ну, в общем, на самом деле, есть откуда брать профессионалов, и, может быть, стоит задуматься о том, чтобы, ну, как говорит Владислав, вот за, там, 90-е годы все это было утрачено, но база-то научная осталась, и людей же учат. Может быть, вы как-то будете молодых специалистов включать в этот процесс? Ну, во-первых, они включаются. Я уже сказал, что вот частные российские компании, которые сейчас живут на рынке, у них много молодых людей, которые изучают диссертации и создают уже реальные рыночные продукты. Но если мы говорим о технологиях, о технологиях, то, во-первых, мы еще не все скопировали, что нужно скопировать реально. Мало что из того, что нужно было бы скопировать и производить в России, пока производится в России, да, потому что, ну, для того, чтобы сделать следующий шаг для той же калибровки семян, да, или там дробить семена свеклы, голландцы уже все придумали, нам что нужно сделать, чтобы эта техника была здесь. Нужно ее здесь производить или нет, это отдельный вопрос. И сколько денег сюда нужно? Может быть, выгоднее покупать в Индии, где ее уже тоже производят, да, по каким-то там проектам, и это, каждый вопрос, это целый пласт, который нужно решать на самом деле, потому что в советское время, например, машины для очистки и сортировки семян мы приобретали в Германии, да, сейчас ведущие производители, это голландцы, датчане, немцы, производят в США и производят где-то там чуть ли не в Новой Зеландии. А я бы вот хотел Дмитрий спросить, а вы вот планируете как-то привлекать, например, специалистов молодых сельхозакадемий из каких-то, ну, то есть из учебных заведений или людей, которые только что там вышли, защитились к своей работе каким-то образом? И каким, если да? Ну, честно говоря, академическое как бы образование, не знаю, насколько оно нам поможет, вот, для нашего хозяйства, честно говоря. Ну, может быть, вам нужен один специалист, который будет в качестве консультанта, условно говоря, который будет вот как раз заниматься отбором, смотреть на общие тенденции рынка, или вы сами все это делаете? Ну, сейчас мы это делаем сами, мы консультируемся в хозяйствах, которые уже как бы прошли некоторый путь больше, чем мы, у которых есть опыт выращивания без применения удобрений ядохимикатов, мы консультируемся, ну, с людьми, которые имеют опыт, консультироваться с людьми, которые окончили университет, имеют чисто теоретические знания. Почему чисто теоретические? Вон, огромные, у Темирядзевской академии огромные площади, теплиц, поля там научные. Ну, у них, кстати, нет таких площадей, чтобы вы знали, не надо, знаете, как, есть такая вещь, вот я, Константин, такую вещь вам расскажу. Когда я стал читать лекцию в Темирайзевской академии, потом попросил этих людей, студентов, а это было вечером, не, скажем так, не лекция была такая, не запланированная, и пришло человек 100, 150, и попросил их поднять руки, кто хочет работать в сельском хозяйстве. Знаете, сколько рук поднялось? Две? Пять. Вот, смотрите, пять. Да, значит, но, вы поймите, там сидело больше 100 человек. Я понимаю. Для того, чтобы молодые люди пошли работать в сельское хозяйство, им нужно дать возможность жить нормально в сельской местности, то есть, дать зарплату стабильную, дать, ну, социальные какие-то гарантии, дать, в конце концов, нормальное здравоохранение, образование, детям их и всем остальным. Поэтому это такой пласт под названием социально-экономическое развитие села. мы уже, к сожалению, уходим в такую совершенно... Да, вот давайте по-другому поговорим. У нас сейчас главная задача сделать так, чтобы семеноводство давало российскому аграрию семена отечественные. Это можно сделать. Причем, можно сделать совершенно спокойно... Отечественные сорта или отечественные семена? В принципе, это разные вещи. Вот, вот, вот. Я считаю, что отечественные семена должны быть отечественных сортов. Потому что это сорта отечественных... Отечественные... Вот, земляника, которую мы привозим из Голландии и размножаем здесь, это отечественные рассады, но это не отечественные сорта. Ну, естественно, да. И вы всегда будете заложником того, что вам дадут вообще маточные материалы и все остальное. Павел как раз говорит о том, что надо делать и то, и то свое, и свои разработки, и свои сорта. Нет, понятно, но мир глобален, и семена томатов под Москвой производить, это глупость. Нет, давайте так, капуста, которую мы производим, там, Валентина Триумф, отечественные сорта, не уступает... Не уступает, а семена их производятся в Италии. И те семена, которые Валентины высеете, они произведены либо в Китае, либо в Италии. Так я о чем и говорю, что нужно здесь производить эти семена. Они выгодны и неправильны, потому что и климат хуже, и семена будут и дороже, и худшего качества. Климат в Краснодаре хуже, чем в Италии, вы считаете? Там и инфекционный фон хуже. Ага. Значит, получается, что мы говорим о том, Так как все, так как голландцы, мы лучше опыт перенимаем в семеноводстве тоже. И учимся очень быстро, на самом деле. Я не говорю, о чем мы учимся. Я говорю о том, что у нас ситуация такая, что мы покупаем семена за границей, например, да, а потом пишем очень много рекламаций. Вот картошку семенную мы купили. А вот иностранцы к нам относятся, зная о том, что мы плохо ориентируемся в западном законодательстве, и нам худшее привозит это точно. Ну, правильно, не лучшее. Нет, они привозят то, что вы заказываете. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, когда под суперэлитой идет первая репродукция, и мы это узнаем после того, как собрали урожай, нам говорят, ну, идите в арбитражный суд. Ну, в нашем, мы можем, конечно, как-то с ними спорить, а вот в западном вряд ли. И поэтому, можно, конечно, говорить о том, что мы должны все привезти с запада, но я считаю, что лучше. Наоборот, я всегда говорю, что залог безопасности это принцип производить избыточное количество семян на территории Российской Федерации. То есть вы со мной согласились? Да. Что нужно находить те зоны в России, которые, скажем так, не заражены, там производить семя? Да. Максимальное количество семян на территории Российской Федерации. И производить раз, и, во-вторых, может быть, хранить здесь. Потому что, когда есть излишки семян здесь, на этой территории, всегда мы будем обеспечены семенами. И по этому принципу работает та же Голландия, Европа, Америка, кто угодно. Они хотят, чтобы на их территории были запасы семян. Но для того, чтобы это стало возможно, мы должны производить семена не только для себя, но на экспорт. Только в этой ситуации ситуация становится на свои места. А как ее решить? Конечно, привлекая молодых специалистов. Для того, чтобы молодых специалистов привлечь, нужно обеспечить им достойную заработную плату и достойные условия проживания. С этим вы тоже согласитесь? Конечно. Ну, естественно. Целая программа есть по этому поводу. Однозначно отвечает. Другое дело, что Дмитрию, которому вы задаете этот вопрос, нужно консультанта вызывать, как, например, западный фермер. Он сам, может быть, и не агроном. А почему западного фермера? Я как раз надеюсь, что ему понадобится консультант в скором времени, наш агроном. Нет, нет, нет. По западному принципу консультант должен быть нас. Он должен быть обучен. У нас ведь раньше как было в совхозах и колхозах? Специалист-агроном сам разрабатывал технологическую карту, сам за всем следил, в том числе, как правильно вносить средства защиты и все остальное. Павел, у нас 20 секунд. Другое несколько. Он приглашает консультанта на некоторое время, платит ему деньги, тот ему разрабатывает технологическую карту, но он не находится в штате фермера. Ну, я вот согласен с Павлом. Это, на самом деле, правильное решение. Держать своего агронома... В общем, дискуссия была напряженная, интересная. Я надеюсь, вам понравилось. Это была программа «Про и Контр». Встретимся ровно через неделю на Финам ФМ. С вами был Константин Андрей.